Бسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Уважаемые братья и сестры Мы знаем, что Вишни Аллах в караме говорит بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين Что посланник Аллаха послан как милость для миров Там не сказано, что он послан как милость не только для мусульман сказано رحمة للعالمين Когда имеется в виду عالمين, это означает все сущее на земле все сущее, которое Сеюшни Аллах сотворил يسايد ويا رسول الله О посланник Аллаха который даже в утробе матери говорил про свою ум يسايد ويا رسول الله О посланник Аллаха который всю свою жизнь посвятил ради своей ум يسايد ويا رسول الله О посланник Аллаха который когда даже уходил из этого бринного мира последними словами которые были ума-ти, ума-ти, ума-ти عالي رسول الله когда посланник Аллаха покидал этот мир он говорил عالي говорил посланник Аллаха хотел в конце сказать что-то и шепнул губами Ягар приблизил свое ухо кончиком губ посланника Аллаха и он в последнем в париве последнего вздоха говорил ума-ти, ума-ти когда посланник Аллаха عالي رسول الله السلام священный Аллах первым когда из человечества оживил посланника صلى الله عالي رسول الله когда священный Аллах вселил ему душу и когда он увидел рядом с собой больших ангелов первыми словами его были о Джибриль что с моей умой как моя умма когда в день суда Яسايد и Ярасуль Аллаха о посланник Аллаха когда в день суда даже ангелы даже пророки говорили про свой навс говорили навси навси и когда все подошли к этим пророкам они показывали нашего посланника صلى الله عالي رسول الله когда вот такое самое тяжелое время когда другие пророки говорили про свой навс посланник Аллаха عالي رسول الله пошел перед священным Аллахом на сужде просил чтобы священный Аллах дозволил ему дал ему шафаат, и даже там заботится о своей уме. Ясайидия Расулла Аллаха, о посланник Аллаха, который из подвижники были отдать свою жизнь за него, был подвижник при битве, при Ухуде, у него, говорит, на теле было 70 ран с лицевой стороны, защищая посланника Аллаха. О посланник Аллаха, Ясайидия Расулла Аллаха, который дал всему человечеству свет после тьмы. Ясайидия Расулла Аллаха, о посланник Аллаха, дай талфик, священный Аллах, чтобы мы уважали такого посланника, ради которого священный Аллах создал весь этот мир и все, что в нем находится. Поэтому, уважаемые братья и сестры, мы видим, каким был посланник Аллаха. Он был примером для всего человечества. Как подвижники его любили, как он старался для нас. Однажды в Таифе посланник Аллаха, салли Аллаху, алейхи вассаляма, делая дават, когда никто его не слушал, они послали своих детей, чтобы там бросать камушки на пути, где посланник Аллаху, алейхи вассаляма, огорченный этим посланник Аллаха, алейхи вассаляма, сидел и обращался к священному Аллаху. О, Аллах, ты видишь, как стараюсь я, но они не отвечают. И он тот посланник Аллаха, которому священный Аллах, отправил ангела. И сказал, ангел ему сказал, священный Аллах, мне дал разрешение, чтобы вот эти горды сыпались на этот город. Посланник Аллаха, естественно, был рахматом, милостью, и он сказал, я думаю, что когда-нибудь из этого города выйдут те, которые будут увериваться в священном Аллахе и в его посланниках. Ясаидия, яросуль Аллах, о посланник Аллаха, когда ухудид был убит его дядя Хамза, как тяжело ему было. Он посланник Аллаха, алейхи вассаляма, мы знаем, что это сделала хинд, она наняла вахши, чтобы убить дядю форока, алейхи вассаляма, а посланник Аллаха, когда взял Мекку и простил даже ее. Каким милостливым он был, каким примерным он был для всего человечества. Поэтому, уважаемые братья и сестры, посланник Аллаха, алейхи вассаляма, оставил после себя своих праведных халифов, Абу-Бакар, Умар, Русман-Али, после них таби'инов, после них салафу, после них имамов, после них своих, он оставил своих последователей, которые являются Варахат-Уль-Амбият, и Савишний Аллах возвеличил нашу землю, землю Дагестана. Мы знаем, имам Шамиль, рахима Аллах, здесь были большие алимы, здесь были муфтии, которые были в Мекке и в Медине, и по милости Савишнего Аллаха, мы знаем, что последователи Савишнего Аллаха, они всегда будут до появления имама Махди, алейхиссалям, об этом и говорится в книгах. Поэтому, хвала Савишнему Аллаху, которым сохранил в Дагестане истинный арикад, сохранил в Дагестане истинную рельму, сохранил в Дагестане истинный ислам, и его последователи, которые стараются максимально, отдавая всю свою, всю свою жизнь, всю свою наготу, чтобы в Дагестане процветал ислам, чтобы в Дагестане был мир, чтобы в Дагестане было единение и единство. И мы знаем, что до появления Махди, алейхиссалям, осталось немного время, и будем следовать за ними, следовать за истиной, и за нами будет победа. Вассаляму алейкум, ва рахматуллах, и ва баракат. Субтитры создавал DimaTorzok